Ролик был переведен с канала Спутникс. Ссылки на оригинал его автора будут в описании. Спонсором видео является мой телеграм-канал, где я частенько обсуждаю те события в GD-комьюнити, о которых никто не говорит. А ведь надо бы! Ссылка на ТГ-канал тоже есть в описании. Перед началом ролика поясню очень важную вещь. Работы были сделаны для контеста Виприна в Дискорде, а не по фану. И нет, это не мировой гаунтлет-контест. Приятного просмотра. Работа номер один. Подпись. Работа номер два. Тройные шипы. Работа номер три. Монстр из клапстепа. И вот как я всё это сделал. Каждый кадр анимации был создан отдельно. Я сделал это именно так, потому что это позволяет контролировать частицы лучше, нежели с помощью триггеров движения. Сама по себе анимация представляет собой имитацию ньютоновской гравитации, где каждая частица прилегает к вершинам основного логотипа. Каждый кадр симуляции был представлен в виде объектов в игре и добавлен в уровень с помощью созданной мной программы. Вот здесь та же история. Каждая шестерёнка анимирована покадрово. Шестерёнки были сделаны с помощью разноцветных тонких линий, наложенных друг на друга для создания плавного градиента. А простые фигуры, как конусы и цилиндры, позволили мне всё это дело визуализировать, имея одни лишь линии. Каждая линия была раскрашена с помощью зеркального освещения, придающего им металлический блеск. Тут пришлось применить множество элементов векторной математики в очередной программе. Наш дракоша был сделан с помощью математического деления объёмной сетки на тонкие слои. Каждая часть анимирована индивидуально. На заднем плане объекты двигались медленнее, а на переднем — быстрее. Для начала я сделал 3D-модель в блендере, после чего разделил её на слои с помощью... да, ещё одной проги. Покрасил линии я с помощью переноса информации о свечении из блендера на текстуры. И впоследствии использование этой текстуры для покраски объектов на каждом слое сетки. В этот раз я не смог сделать ролик с более подробным объяснением, из-за проблем с оборудованием. Так что если у вас есть какие-либо вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Естественно, под видео спутникса и на английском языке. Перевёл Гота, редактировал Рома, озвучил Гота. Извиняюсь заранее за долгое отсутствие роликов, так как универы спорт — вещи, на которые нужно тратить немало времени. Но буду пытаться хоть как-то выпускать ролики на канал. Естественно, стримы будут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики и пишите в комментариях те видео, которые вы хотели бы увидеть переведенными. Ссылки на оригинал, авторы оригинала, мои соцсети и мой паблик ТКГДК в описании. Не забывайте также про мой телеграм-канал. Ссылка тоже будет в описании. До скорого! Продолжение следует...